Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задают. Вы пишете о том, что с одной стороны зависит от мужчины, с другой стороны, что он вас обосновывает, кричит, в том числе при детях, угрожает забрать детей и так далее. Опять же он, по сути дела, виртуально вам изменяет. И плюс у него это не первый брак, да, у него был до этого брак, который, собственно говоря, распад. Брак у него был с женщиной старше него. Плюс вы видели переписки, где он переписывался также с девушками, которые были старше него. Что в этой ситуации делать? Ну, во-первых, как вы сами говорите, что вы от него зависите. Я думаю, что в первую очередь вам нужно приобретать независимость. Вам нужно учиться брать на себя ответственность. Ответственность за свои действия, ответственность за свои решения, ответственность за, как бы, свое состояние, в том числе экономическое состояние, материальное состояние. Вам необходимо все это брать в свои руки и необходимо учиться самостоятельно себя обеспечивать. Потому что ситуация, в которой вы оказались, стала возможна не только благодаря поведению мужчины. Нет, конечно, у мужчины есть и были определенные задатки, которые, кстати, вы, скорее всего, замечали в начале отношений, но предпочитали игнорировать. Но важно понимать, что базовый принцип здесь примерно следующий. Святое место пусто не было. В каком смысле здесь идет речь? Если человек, скажем так, зависим, если человек, скажем так, не самостоятельным, если человек, скажем так, не уверен в себе, то партнеру нужно с этим что-то делать. Почему? Потому что жить в неопределенности сложно и в неопределенности тяжело. Жить в неопределенности даже возможно, но, когда дело касается другого человека, получается, как бы, что приходится брать ответственность не только за себя, но и за другого. А поскольку все мы люди живем первый раз, то при взятии такой вот ответственности на себя возникают различные, ну, скажем так, широковатости, ошибки, конфликты, проблемы. Потому что люди не идеальны. Естественно, я не хочу оправдывать человека, который ведет себя так, как ведет себя с вами ваш муж. Я просто хочу сказать, что ничего об этом не было, скорее всего, или было бы сказать, в меньшей степени, или бы вообще таких отношений не случилось, если бы вы были самостоятельны. Самостоятельно, если бы вам было куда идти. А поскольку куда вам идти, вам идти некуда, как вы сами сказали, то вот получается то, что получается. Поэтому работать нудно не с тем, не так, как вы это делаете, уходите, потом возвращаетесь. Так вы, на мой скромный взгляд, себя обесцениваете еще больше. Потому что мужчина видит, что ваши слова ничего не стоят. Вот, вы сами по себе фрустрируете так же еще больше. Чувствуете неудовлетворенность, а, ну, как бы, чувствуете, что копится у вас вот негатив, да, злость какая-то и так далее. Конечно же, конечно же, ну, лучше вам от этого не остановиться. Это, в принципе, в принципе, ну, ситуация вполне себе понятная эта ситуация, в принципе, вполне себе адекватная. Вызывающее, ну, скажем так, вызывающее понимание, вызывающее сочувствие к вам, с одной стороны. Но, с другой стороны, чтобы вам помочь, нужно принципиально менять свой подход к жизни. Менять свой подход к личной ответственности. Менять свой подход к тому, как вы сейчас, например, живете. И анализировать в том числе свое поведение, вот, свою поведенческую модель для того, чтобы смотреть, где вы допускаете конкретные ошибки. Ваши отношения, которые вы выстраиваете с человеком, являются деструктивными, являются, скорее всего, созависимыми. Где вы жертва, а ваш муж преследователь или тиран, как иногда принято называть. И, соответственно, подобный тип отношений называется треугольником Карпмана, вот. И в этом треугольнике Карпмана, вероятнее всего, вы как раз таки оказали. Что, конечно, весьма и весьма круто. И выход из треугольника Карпмана является работой с личной ответственностью. принятие, принятие ее, в смысле, личной ответственности на себя за то, что с вами в том числе сейчас происходит. Это не всегда легко. Вот. Это не всегда безболезненно. Вот. Потому что, ну, тяжеловато это. Тяжеловато себя переделывать, может быть, переучивать. Вот. Но, все же, лучше это делать, с помощью психолога лучше это делать сейчас. Не просто для себя, но и для вашего ребенка, вот. Точнее, детей, вот. И, соответственно, я предложил бы вам, конечно, вот, выбрать психолога и начать работать. Но, конечно, не знаю, вот, готовы ли вы к этому, готовы ли вы к такому развитию событий. Вот. Потому что очень часто люди, находящиеся в вашем положении, вот, просто не доходят до, собственно, терапии. Вот. А, просто думают, что справятся, например, сами справятся. Вот. Не хотят, как-то, может быть, вкладываться в этот процесс и продолжают страдать. А мы с ними, в принципе, страдают, ну, и дети. Вот. К сожалению, ваши дети тоже от этого страдают. Решать вам. Решать вам, но я, в принципе, думаю, что вам нужна психстрая пилотность даже по созависимости, по выходу из созависимости. Вот. Вот. Но это, конечно, не точно, потому что тут есть свои нюансы. Вот. Заведомо вас как-то вот записывать в... Созависимости я бы не хотел, конечно. Вот. Мне кажется, что сначала нужно с вами пообщаться. А, самое главное, как вы, я надеюсь, уже поняли, идея с запретом не работает, то есть, чтобы вы, там, своему мужу не запрещали. Это не работает, потому что, ну, я надеюсь, вы понимаете, да, что если возникает какая-то история, какая-то проблема, то она находится в отношениях между вами. Вот. А, соответственно, карательные способы, карательные методы не оказывают никакого эффекта. Поэтому не дратьте свои силы, не дратьте свою энергию. Вот. И не портите отношения ещё больше. А, пытаясь мужу что-то запретить. Вот. Ну, учитесь, эээ, отстаивать свои границы, свои интересы. Вот. Я бы ещё предложил бы вам здесь обратить внимание на, эээ, так скажем, эээ, конструктивное общение. Вот. То есть, как бы, на технику, а, например, эээ, я в сообщении. Вот. А, вы могли бы с помощью этой, эээ, техники научиться, ээээ, адекватно, ээээ, коммуницировать с, ээээ, своим мужем. Вот. Так, чтобы не, ээээ, вступать в конфликты. А сейчас у вас, ээээ, не получается. Общаться, ээээ, не конфликтуя. Вот. Ну и, эээээ, значит, конечно, вы, вы можете, и вы, эээээ, вправе, ээээ, довести, ээээ, до, ээээ, суда, а, дело, ну, то есть, если, эээээ, до этого, до этого дойдёт, вы вправе, но, эээээ, на мой взгляд, эээээ, сейчас вы, не находитесь, в том, состоянии, когда это, было бы, сколько-нибудь успешно. Вам нужны ресурсы, для этого. Вот. Никто не говорит о том, чтобы вы оставались, со своим, ээээ, мужем и дальше. Потому что, ну, понятно, что, ээээ, вам очень больно, и, тяжело, и, ээээ, крайне выматывающая эта история на вас, эээээ, оказывает влияние. Вот. Ну, постараюсь. Ээээ, всё может вполне получиться, вот, всё может вполне выиграть, если вы будете следовать по пути собственного развития. Вот. А не по тому пути, который вы выбрали, ну, по сути, сейчас, да, и вот этот путь, он привёл вас туда-куда, где вы, где вы, где вы, собственно, находитесь. По сути, вот, в таком, знаете, как бы, ээээ, ну, тупик, 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 яма, больше, больше, больше. Вот. И, совершенно, очевидно, что это не то, чего бы вы хотели. Вот. Вот. Поэтому, я думаю, ээээ, такой ответ можно надать. Надеюсь, что вам это было, ээээ, полезно. Вот. Надеюсь, что вам это было интересно. Ээээ, надеюсь, что у меня получилось эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ вам удачи. Хочется пожелать вам терпения. Хочется пожелать вам быть в контакте с собой. Не забывать о том, кто вы, какая вы, какой вы можете быть. Какой вы были до, например, встреча со своим мужем. Ну и не отказывайте от помощи психологу. За обратную связь буду благодарен. Вам это поможет начать работу над собой. Всего вам самого доброго и хорошего.